Я не знаю, что так можно. Вы, наверное, ждали отца Александра. Поэтому вас ждет жестокое разочарование. Вы ждали, что это будет все будет. Понятно, понятно. У отца Александра была тема, я так посмотрел, была тема и будет еще его лекция по поводу подвижников 20 века. По-моему, так. И тема моя, которую я планировал с вами проговорить, тоже отчасти касается 20 века и подвижников 20 века. Кто был в прошлом году на моей лекции, тот помнит, что мы разговаривали про отца Сафрония Сахарова и рассматривали его удивительный жизненный путь. А сегодня я бы хотел поговорить с вами о его богословии, о его удивительном слове, которое ему дал Бог. Напомню немножко, кто такой отец Сафроний. Он был знаменит тем, что он был учеником и биографом преподобного Силуана Афонского. И сам он был удивительным великим подвижником нашей православной церкви и причислен уже к лику преподобных. Правда, пока еще не в нашей русской церкви, но в греческих церквях, ну в некоторых, в некоторых, в ряде поместных церквей он причислен к лику святых. Вот. Родился отец Сафроний в самом конце 19 века, в 1896 году. Поражил очень долгую жизнь. Вот. В начале 90-х, 20-го года он упокоился. Сам он был москвич, родился в Москве, был таким московским интеллигентом, получил очень хорошее образование, знал несколько языков, увлекался профессионально, увлекался живописью, обучался в Москве, потом поехал в Европу заниматься живописью, даже были у него свои выставки. Но в определенный момент жизни он сделал очень решительный поворот в сторону служения Богу. Мы на прошлой нашей встрече рассказывали о внутренних неких таких перипетиях его духовной жизни. Сегодня лишь скажем, что в какой-то момент он оставляет живопись и уезжает на Афон, становится монахом на Святой горе. Это произошло в 1925 году. На Афоне он стал ревностным монахом. И однажды познакомился там близко, познакомился с преподобным Силуаном, с которым они очень близко подружились. Отец Афроний стал учеником преподобного Силуана. Последние восемь лет жизни старца был его ближайшим к нему человеком. Затем преподобный старец передал ему свои записи. И после смерти преподобного Силуана, отец Афроний много лет прожил в уединении, в отшельничестве на Афоне. О высоте его духовной жизни говорит тот факт, что несколько больших афонских греческих монастырей пожелали иметь его своим духовником. Затем после Второй мировой войны в Греции усилились такие националистические настроения. И отцу Афронию, как русскому человеку, пришлось уехать со Святой горы. Он оказался в Европе, сначала во Франции. Здесь вокруг него стали собираться люди, желавшие посвятить себя Богу всецело. Стала формироваться монашеская община вокруг него. Потом ему пришлось вместе со своими сподвижниками уехать в Англию. И там он основал монастырь в честь святого Иоанна Предтечи в графстве Эссекс. Этот монастырь существует и поныне. Там отец Афроний провел последние десятилетия своей жизни, созидая удивительный монастырь, о котором мы, если хватит времени, еще скажем несколько слов. Такова вкратце канва внешней жизни отца Афрония. И сегодня мне хотелось бы немножко поговорить о его очень интересном богословском видении. которое запечатлено в его книгах, его переписке. Слава Богу, у нас есть такое сокровище, его творения очень глубокие, очень красивые. И там очень много, конечно, разных интересных тем, и все с вами охватить сегодня мы не сможем. Поэтому коснемся одной темы, а именно богословия личности в творениях преподобного Афрония Сахарова. Богословия личности. И надо сказать, что все богословие отца Афрония, оно не было таким, знаете, теоретизированием, не было богословием школьным. То есть он не сидел там, не читал какие-то богословские труды, вот, и не составлял какие-то монографии, там, диссертации. Нет. Отец Афроний был прежде всего подвижником, молитвенником, монахом. И его слово, оно проистекает из глубокого опыта его подвижнической жизни и того опыта, который он видел в преподобном Силуане, и который воспринял от своего учителя сам. И вот богословие, то, что говорит отец Афроний о личности, как ни странно, коренится в его молитвенной жизни, а именно в той практике молитвы за весь мир, которую держал отец Афроний и которую он научился у старца Силуана. То есть исток этого богословского слова на самом деле мы должны искать в жизни и в духовном опыте преподобного Силуана. Скажем несколько слов об этом человеке. Преподобный Силуан родился в 1966 году. Он был простым очень человеком, малообразованным, почти неграмотным даже. Почти неграмотным. Он был из крестьян русских, из Тамбовской губернии. Служил в армии царской. Затем после армии принял решение посвятить себя Богу и уехал на Афон. Там он подвязался и пока не упокоился в 1938 году. И вот, может быть, кто-то из вас читал удивительные слова преподобного Силуана Афонского и он мог заметить, что этот подвижник о чем бы ни говорил везде как-то переходит на тему молитвы за всех людей. Он, его вообще слово такое молитвенное, и он часто, очень часто вот об этом, о важности этой молитвы говорит. Он сам десятилетиями молился о всем человечестве. Как это было, как эта молитва родилась в душе преподобного Силуана? Он был, знаете, человеком большой любви, большой любви к Богу. Как только он молодым человеком приехал на Афон, он стал вести очень напряженную подвижническую жизнь, которая, очень напряженную, такую крепкую духовную борьбу. вот, и в один день, когда он еще был совсем молодым человеком, в такой, в горниле этой борьбы, когда он дошел уже почти до отчаяния, однажды, когда он молился в церкви, ему явился живой Христос. Живой Христос. И после этого явления, то есть, вдруг в душе преподобного Силуана родилась вот эта молитва, которая охватывала все, всех людей. Отец Афроний говорит, что отцу Силуану передалось состояние Христа. Состояние Христа, который носит в себе все человечество. Вот Христос умирает на кресте, восходит на Голгофу, наши грехи очищая. Весь грех всего мира, неся в себе, он носит все человечество, всю человеческую природу, он исцеляет в своем подвиге креста и в славе воскресения. И вот это состояние Христа, который любовью своей объемлет все человечество, передалось этому простому человеку. Он стал горячо молиться за всех. сам он чувствовал Бога очень близко, чувствовал большую духовную радость от общения с Духом Святым. И, знаете, так говорил, что вот как же, как же так, я такой маленький, грешный человек, мне Господь дал такую милость, я, говорит, не могу один, Господи, дай всем эту радость. Я даже вот вам процитирую его слова об этом. Он так молится. О, Господи, как же Тебя благодарить за эту новую неисповедимую милость, невежде и грешнику Ты открываешь тайны свои. Мир погибает в оковах отчаяния, а мне последнему и худшему всех Ты открываешь вечную жизнь. Господи, не могу я один, дай всему миру познать Тебя. И отец Сафроний, размышляя об этом, говорит, что так происходит со всяким человеком, который подлинно научился любить. Вот слова Сафрония. Когда божественная любовь прикасается в душе, тогда она созерцает с невыразимым трепетом святость Бога Христа и горит желанием видеть всех в свете этой любви. Итак, отец Силуан вот так горячо молился за всех день и ночь. Отец Сафроний видел это в преподобном своем отце и сам воспринял то же делание. И интересно, интересно есть место, где он уже, где отец Сафроний, уже будучи сам старцем, уже в преклонном возрасте общается со своими учениками уже в Англии и рассказывает, как в его душе произошло это рождение молитвы за всех. Почитаю вам. Начав, в нем это произошло как плод покаяния, очень глубокого его внутреннего покаяния. Я напомню вам, что отец Сафроний в молодости увлекался, несколько лет увлекался восточными религиями. Был период, когда он отступил от Христа. И потом всю жизнь он как-то так в удивительной глубины имел покаяние обо всем этом. И вот он говорит, начав жизнь во Христе, я на каждом шагу и днем и ночью видел, что при всей моей любви к тому, что заповедал нам Господь, я не могу жить так, как говорит заповедь. Почему то, что я так люблю, вдруг мне недостижимо, несвойственно? Казалось бы, что если я так люблю заповедь Христа, то я, конечно, исполню ее, но вот я не достигаю. И это доводило меня, конечно, до великого страдания и горя. И когда я помышлял о спасении моем, то я думал, что я никак не гожусь. И что из этого вышло? Я стал молиться Богу за весь мир. Простите, я исповедую вещь такую интимную, но я говорил Богу, надо, чтобы ты спас весь мир без исключения, и тогда я буду спасен. Понятно, я выразил мысль, что необходимо, чтобы все спаслись, и последний я. Вот такая вот интересная у него была мысль, что он настолько недостойен спасения, что, Господи, ты спаси всех, и тогда и мне там где-нибудь с краю будет место. В уголочке. В уголочке, да. Простите, нам надо сразу определиться, когда нам надо закончить наш разговор. Как по времени у нас, какие лимиты? Нет, безгранично. Ночь большая. Понятно. Так, ну и вот, внутри этой молитвы преподобный Силуан вдруг ощутил, вот, что он, что его личное бытие каким-то таинственным образом связано с людьми, с бытием всех остальных людей, что где-то на духовном уровне все люди едины. И отцу Сафронию принадлежит такие знаменитые слова. Он говорил, брат наш есть наша жизнь. Чувствуете, брат наш есть наша жизнь. То есть, брат мой это я, это моя жизнь. Он вот так вот ощущал себя в единстве с другими людьми. И когда он говорил о евангельских словах Христа, что Бог, что нужно любить ближнего, как самого себя, он в этом видел не указание на степень любви, на качество любви, что вот надо любить в такой же степени и в такой же мере, как себя любишь, так и другого. Он по-другому истолковывал эти слова Христа. Он так их понимал. Надо любить ближнего, как самого себя, потому что это ты и есть. Ближний твой, это твоя жизнь. люби ближнего, как самого себя, как свою жизнь, это твоя жизнь и есть. Вот. И вот отец Афроний описывал такого рода опыт, молитвенный опыт уже свой, в таких словах. Через чистую умную молитву подвижник научается великим тайнам духа. Сходя умом в сердце свое, он начинает проникать в те глубины его, которые несут уже плоть. Он находит свое глубокое сердце, духовное, метафизическое, и в нем видит, что бытие всего человечества не есть для него нечто чуждое, постороннее, но неотделимо связано и с его личным бытием. И другое место. Когда в безвидном молчании мы предстоим Богу в полном обнажении совокупности нашего бытия, тогда глубины нашей природы раскрываются для нас самих. Через всецелую сосредоточенность дается нам увидеть, что бытие всего человечества в истоках своих и по природе своей есть единое бытие, единый человек. Единый человек. То есть подвижники в молитве своей, глубокой такой, они чувствовали, что где-то там в корне все мы едины. Но вот вопрос. Это такой опыт, это такое понимание, видение, сознание, которое рождалось в молитве. Соответствует ли оно реальности и соответствует ли оно догматическому сознанию церкви церкви или нет. И вот отец Афрони, будучи человеком такого богословского ума, очень одаренным человеком, он много рассуждает об этом и, конечно, из его слов мы видим, ну и вообще из слов других отцов, мы видим, что такого рода опыт является, опирается на христианские православные догматы. И вот об этой уже такой богословской основе мы поговорим. здесь начинается та тема, о которой я сказал сразу, богословие личности. Надо сразу сказать, что у отца Сафрония в его писаниях, в его слове термины личность или персона или ипостась, они тождественны, взаимозаменяемы. Личность это такое славянское слово, ипостась это греческое слово, персона западное слово, но у отца Сафрония это все одно и то же. Поэтому, когда мы будем об этом говорить, значит, мы будем пользоваться всеми этими терминами. Отец Сафроний часто подчеркивает, что христианство делает решительный акцент на персональности Бога и человека, на личности. Сам отец Сафроний в молодые годы увлекавшийся восточными учениями, был увлечен идеей божества, как такого сверхличного, абсолютного какого-то такого существа. бога. Затем произошел поворот его сознания, и он ощутил всю неправду этих мыслей и с тех пор часто подчеркивал именно персональность Бога. и говорил, что именно персона, личность, божественная личность лежит в основе всего сущего, то есть не нечто, не материя какая-то лежит в основе мира, но личность, Бог, он первичен, и только он существует в полноте, он перво абсолют и самобытие, и он персонален. По словам отеца Асафронина, наш вопрос, что есть бытие, мы получили ответ, аз есим бытие, не что, а кто личности. В таком ключе отец Афроний воспринимал Синайское откровение Бога Моисею. Вы помните, как однажды, находясь в пустыне, Моисей увидел горящий куст, неопылимую купину, и там состоялся его разговор с Богом, состоялось некое откровение Бога Моисею и через Моисея всему человечеству. И вот Моисей спросил Бога, как твое имя. Бог сказал, аз есим сущий. Аз есим сущий. И отец Афроний воспринимал, растолковывая эти слова откровения, говорит, что Бог нам как бы сказал, что бытие это я, я сущий, я и есть бытие, и источник всякой жизни и всякого бытия, это Бог. Итак, Бог есть самобытие, он первый и последний, никого и ничего раньше него, ни после него, вне ипостаси небытие. Итак, Бог сам открывается человеку как живой и личный, и принятие и усвоение этого откровения является основой христианства. Хорошо, значит, подлинная персона это Бог, но Бог творит человека, и творит его как? По своему образу и подобию. Он творит человека тоже как личность. И что это значит для человека быть личностью? Многие есть определения личности, хотя определить это вообще невозможно, но обычно, в обычном самом таком частом словоупотреблении под личностью мы понимаем существо разумное, такое самовластное, свободное, да? Но вот отец Сафроний, он расширяет понятие личности. С его точки зрения человек рождается только как потенциальная персона, как потенциальная личность. Он должен в себе эту личность развить, и он может стать полноценной личностью, полноценной персоной, а может и не стать. И совершенной, настоящей, подлинной личностью становится только тот, кто живет так, как Бог, уподобляется в своей жизни Богу, который является совершенной ипостасью. человеком. Что важно здесь подчеркнуть? Как живет Бог и какие специфические персональные черты отец Сафроний усматривает в бытии божественном? Мы с вами знаем, что Священное Писание говорит нам о том, что Бог есть любовь. Так же мы с вами верим в Бога единого, но троичного в лицах. То есть вот этот принцип любви есть принцип единения. Три божественные личности живут единой жизнью настолько, что мы говорим, что это один Бог. как говорит нам Святой Евангелие. Помните, Христос в Евангелии говорит, я в Отце и Отец во Мне. Вот это единство, создаваемое любовью, принцип единой жизни. На богословском языке мы говорим, что каждое лицо Святой Троицы обладает полнотой общей природы божественной. То есть нельзя сказать, что каждое лицо Святой Троицы отделяет себе некую часть божественной природы. Нет. То есть Отец, Бог-Отец это все целый Бог и Бог-Сыновь это все целый Бог и Бог-Дух Святой совершенный Бог. Каждое лицо Святой Троицы обладает всей полнотой божественной природы. Он является носителем абсолютной полноты божеского бытия, как выражался Отец Сафронин. То есть среди лиц Святой Троицы существует совершенная открытость к жизни другого. Каждое лицо Святой Троицы в полноте отдает себя другому и одновременно с этим воспринимает жизнь других божественных лиц, которые дарят ее ей. Вот в таком единстве, в таком для нашего рассудка непостижимом таинственном образе бытия живет Бог. И отец Сафронин говорит, что Бог создал человека именно для такого же рода бытия, какой мы видим в Святой Троице. Мы говорим, что Бог создал человека по образу и подобию своему, но не только каждый человек отдельно является образом и подобием Бога, но и все человечество в целом является образом Святой Троицы. То есть, как в Боге мы видим единую природу и три ипостаси, так и в человечестве необходимо видеть единую природу во множестве ипостасей. Как лица Святой Троицы единосущны между собой, есть такой богословский термин, кто учится на богословских курсах, слышал его, знает, на Первом Вселенском Соборе он был утвержден, лица Святой Троицы единосущны между собой и люди тоже единосущны между собой. То есть, человечество все в целом задумано Богом как единый человек. Единый человек, как отец Сафроний любил выражаться, единый Адам. Человек, человеку дана заповедь любви и возрастая в этой любви, человек возрастает в единстве друг с другом. Призван был так возрастать. Но грехопадение разрушило этот замысел Божий. Разрушило замысел Божий. И мы в нашем таком падшем состоянии, которое мы видим в нашей обычной жизни, мы не видим этого единства. Каждый человек как-то сам в себе существует отдельно, индивидуально. Вот. И мы этого не замечаем. И вот оказывается это грех. Грех внес в жизнь человечества вот такого рода раздробленность, отчужденность людей друг от друга. Мы отдалились друг от друга. Ну очень-то грубо, да, но вот святым людям в их духовном таинственном опыте дается увидеть и почувствовать то, что на самом деле все мы где-то на каком-то глубоком духовном уровне все-таки сохраняем наше единство. Это как, знаете, грубый такой образ. Вот буханку хлебушка разломать, но не доломать. Да, вот как бы две части, но где-то внизу она еще соединена. Вот. И вот это единство, оно сохраняется. и для человеку ставится задача собирать этот мир своей любовью, подвигом своей молитвы и любви, как-то врачевать эту разделенность, это различие воль человеческих, каким-то образом врачевать. и там, в будущем веке, да, здесь-то единство, это не достигается, но в будущем веке человек призван в полноте осуществить во Христе эту задачу. И мы еще коснемся того, что Христос эту задачу решает на самом деле. Не мы, а Христос. Мы через Христа приобщаемся к этой исцеленной человеческой природе. И, значит, перед человеком стоит такая, в идеале человек задуман так, что он должен обладать не частью человеческой природы, какой-то своей, отрезанный какой-то кусочек, а всей целиком, как и божественные личности, обладают полнотой божественной природы. Вот это есть подобие Богу по мысли отца Сафрония. Совершается это единение, как мы сказали, через любовь. И вот отец Сафроний так говорит об этом. Подлинная любовь переносит жизнь в существо любимое. и существование возлюбленных мною лиц становится содержанием моей жизни. В другом месте он говорит, если я подобно Христу до конца люблю всех, то бытие всех силой любви делается моим бытием. Помните, как Святой Силуан говорил, брат наш есть наша жизнь. В этих рассуждениях отец Сафроний, конечно, не уникален, он просто как-то особо делает акцент на этих вещах, но в творениях других святых отцов мы можем часто видеть такого рода мысли. Итак, человек рождается в мир. Он рождается как да, простите, мы с вами говорили, говорим обо всем этом в контексте именно богословия личности. И вот Эйц Сафроний считает, что только тот, кто вот таким образом открыт для жизни других и кто воспринимает в свое бытие жизнь других, только тот и является подлинной личностью. Вот это характерная черта личности. Он противопоставляет персону, личность и индивидуума. Индивидуум это тот, кто отделяет себе часть своей природы. Личность тот, кто открыт и в содержании своей жизни имеет и жизнь самого Бога, и жизнь всех людей, тех, кого Он любит. Вот. Этого состояния в нашем падшем мире надо достигать. Таким образом, мы приходим в мир, как потенциальные личности, помыслиться Сафрония. И можем возрастать в меру подлинной персональности, а можем и нет, и можем деградировать. Вот это совершенствование человека в плане личностного развития, такого плана, отец Сафроний называет новым творением человека. Он даже так выражался, что творение человека еще не закончено. Бог продолжает его творить с помощью самого человека. Вот. Интересны его слова на эту тему, как он в письме об этом говорит. Последнее время во мне усиливается мысль, что всякий человек, как бы ни был он образован по мерке или идее мира сего, всякий человек, не достигающий чувства своего родства с Богом есть по существу всего только до человека. Когда если и до человеки воспринимают в себя дыхание вечного Бога, тогда они становятся подлинны сынами Адама, сынами человеческими и во Христе сынами Божьими. так, и нам нужно победить в себе вот эти стремления индивидуальные, потому что индивидуум, как выражает отец Афроний, в спазме самолюбивого обращения на себя отделяет свою часть природы, тем самым урезая себя в бытии. А подлинный объем человека выходит за пределы всех понятий индивидуалистического порядка. Человек по мысли отца Афрония должен разорвать узкие грани индивидуума, должен осуществить постепенный переход из индивидуальной формы бывания в ипостасно-персональный образ бытия в Боге вечном. Вот эту идею Бога о человеке, которую мы, люди, не смогли воплотить, воплощает Христос, Бог воплотившийся и совершенный человек. человек. Именно Он разорванную, раздробленную грехом человеческую природу исцеляет в самом себе. Он всех собирает и приводит к единству. Помните, как евангелист Иоанн говорит в Евангелии, что Христос пришел и пострадал, до чада Божия расточенная соберет воедино. Помните, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. Это есть миссия Христа, ради чего Он восходит на крест. Сам Бог, Сын Божий, воплощается, воспринимает в Свою ипостась человеческую природу, человеческий образ бытия. Он воспринимает в Себя жизнь всего Адама, всего человечества. И как мы уже об этом говорили, и исцеляет всю нашу природу в себе, когда восходит на крест. И поэтому стремление всякого человека к обречению подлинной и персональности есть уподобление Христу. И не просто уподобление, а приобщение к жизни Христовой. Помните, как апостол Павел говорит, уже живу не я, но живет во мне Христос. Итак, Христос это идеал, тот, кто смог это воплотить. Вот что говорит об этом отец Сафроний. «В сущности только Он Христос и есть вполне человек. Мы же все проводим дни нашего земного странствования в стремлении уподобиться Ему. Персона и мыслит, и чувствует, и живет, как сам Христос». Вот так говорил отец Сафроний. Кроме того, что истинная ипостась, когда человек входит в эту меру, он воспринимает себя в жизнь других людей через любовь к ним, через молитву за них. Он воспринимает себя жизнь самого Бога. Он говорил, что персона воспринимает полноту вообще житья, то есть и Бог становится содержанием жизни человека и жизни всего человека. Как выражался отец Сафроний, спасение состоит в восприятии дара божественной жизни в ее извечной полноте. И здесь мы подходим к теме обожения человека. Значит, человеку дано задание воспринять божественную жизнь в себя. Как помните, апостол Петр говорит, что мы должны стать причастниками божеского естества. Мы должны войти в божественную жизнь. И здесь отец Сафроний опять возвращается к теме богоподобия каждого человека. И он говорит, что полнота, что мы призваны не просто быть немножко похожими на бога, чуть-чуть, нет. Он говорит, что мы в полноте должны стать подобными богу. Это очень интересновенная мысль о Сафронии. Он выражался так, очень смело, что люди предназначены быть подобными богу во всем, даже до тождества. Конечно, он делает оговорки, что становясь богом по содержанию своего бытия, как говорили святые отцы, по благодати. Тварная ипостась, однако, не становится богом для других, конечно же. Он говорил так, что между богом и человеком вечно пребывает антологическая, то есть существенная дистанция. Бог это никем и ничем не обусловленное первобытие, люди всегда остаются его творением. Но при этом по благодати каждый человек повторяет в себе Бога. Так говорил отец Сафроний. Очень смело повторяет в себе Бога. Но каким образом это происходит? Не так, что вот есть Бог, и мы должны где-то там параллельно с Ним стать такими же богами, как и Он. Нет. уподобление Богу происходит через вхождение в жизнь божественную. Мы воспринимаем жизнь Его, Бога. Мы не становимся не такой же жизнью и вечно носить в себе нетварную жизнь божества. Если я всем моим существом люблю Бога, то я весь целиком пребываю в Нем, и так Его бытие становится моим. рассуждая об этом единении человека и Бога, отец Сафроний говорил, что человек воспринимает, как бы усваивает себе божественные свойства, божественные атрибуты, как наши богословы говорят, ипостазирует их, усваивает. Такие божественные атрибуты, такие божественные свойства, как вечность, любовь, свет, премудрость, истина. Отец Сафроний так говорит об этом. Бог есть свет, и святые в духе святом становятся светом. Бог есть любовь, объемлющая все сущее, и святые в духе святом своей любовью объемлют весь мир. Бог един свят, и святые в духе святом святы. Единый Бог есть истина и жизнь, и причастники духа святого становятся живыми и истинными. Также он говорил, что спасенный человек приобщается божественному всеведению даже, везде присутствие. Богу все совершенно открыто, говорит отец Сафроний, все ему ведомо до конца, и человек, и постась, включенный в акт божеского бытия, через Бога и в Боге становится носителем всеведения. Это показал нам опыт веков молитвы к Божьей Матери и святым. То есть отец Сафроний обращает наше внимание, что посмотрите, мы молимся святым по всему земному шару, может быть, там многие одновременно, и святые в Боге видят, слышат наши молитвы. Они как бы приобщаются к этому всеведению Божьему, к этому везде присутствию Божьему. Да, Бог все наполняет везде присутствует и сыны Царствия в Душе Святом становятся как бы везде присутствующими, обращенные к единому Богу, святые в нем видят весь мир. Опять же, в полноте такого рода жизнь даруется людям в будущем веке, но и здесь, уже сейчас на этой земле некоторым людям Бог дает эти дары. Да, мы знаем многих старцев, которым Бог давал видеть много, намного больше, чем простым людям. И души других людей, и будущее, и что-то происходящее очень далеко и так далее. Более того, отец Афроний говорит, что спасенные во Христе являются носителями Божьей вечности. то есть тварного, сотворенного человека, сотворенный человек становится вечным, как Бог. Спасенные воспринимают безначальную жизнь, нетварную, в свое неотъемлемое обладание, но по природе своей они все же неизменно остаются тварью, творением. Итак, да, и молящиеся на какое-то время бытийно вводится в вечную жизнь. Мы живем в обыденном мире, но в молитве, особенно в молитве, нам может быть дано приобщение к вечности. Вот. Итак, да, и говоря о путях достижения Божьей, отец Афроний особенно подчеркал значение причастия, что мы приобщаемся к жизни Христовой и эти дары получаем во Христе через причастность к Христу в Евхаристии. Он говорил так, через воплощение свое предвечный логос Отца, то есть Сын Божий, дает нам причащаться Его крови и плоти, чтобы таким путем влить в наши жилы Его безначальную жизнь, чтобы мы стали Его детьми, плоть от плоти Его, кость от кости Его. Итак, мы еще раз подчеркнем, что подлинная личность это тот, с точки зрения Ацистасофрония, это тот, кто живет с Богом, кто приобщается к жизни Бога, кто Бога не знает, в Бога не верует, живет иной жизнью, не Божьей. Это неполноценный человек, неполноценная личность. Так мыслит отец Афроний. Вот такое приобщение к... Ага, так, мы, наверное, это опустим, потому что время. Это так. Значит, подлинная операционная воспринимает жизнь Бога, воспринимает и жизнь людей. В связи с этим отец Афроний подчеркивал важность любви к врагам, потому что единение со всеми людьми совершается через любовь, а если кто-то исключен из нашей любви, то тем самым, опять же, мы сами себя урезаем. Поэтому наша любовь должна простираться и на врагов прежде всего. Вот как об этом он говорит. Бог есть любовь, любовь абсолютная, объемлющая в преизбытке всю тварь. Бог и его аде присутствует как любовь. Даже в аде. Дух святой, давая человеку в меру вместимости его познать действенно эту любовь, тем самым открывает ему путь к полноте бытия. Там, где есть враги, там есть и отвержение. Отвергая, человек неизбежно выпадает из божественной полноты и уже не в Боге. Достигшие царства небесного и пребывающие в Боге, в духе святом видят все бездны ада, ибо нет такой области во всем бытии, где бы не присутствовал Бог. пребывая на небе святые видят ад и его тоже объемлют своей любовью, а ненавидящие и отвергающие брата урезаны в своем бытии. Вот. Такую позицию, как бы акцент на такой позиции отец Сафроний воспринимал у преподобного Силуана, потому что отец Силуан тоже часто подчеркивал важность любви к врагам. Он говорил так очень сильно «Кто не любит врагов, тот не знает Бога». Вот так. И он говорил, что это некий критерий, как понять, что человек в духе Христа пребывает. Если он любит, если он имеет смиренную любовь к врагам, значит, он в духе Христовом. Если он не имеет этого, значит, он уже выпал из этого божественного бытия. Да, такого. Итак, мы говорили, что вот это восприятие жизни других людей, усвоение ее происходит через любовь и также через молитву. Мы, помните, начали с того, что все это богословие родилось в молитвенном опыте. И вот сейчас мы еще раз коснемся этого момента. молитва за весь мир. Вот такое делание очень важно в этом моменте. Эту молитву отец Афрой называет так специфически ипостасной молитвой, потому что она свойственна подлинной ипостаси, подлинной личности. Он говорит, что вот совершенная подлинная личность, которая открыта для всех и любовь свою простирает ко всем, она молится за всех. Поэтому такая вот ипостасная молитва это молитва за весь мир. В такой молитве человек расширяет пределы своего бытия и ощущает единство всего человечества. Отец Афроний так говорил, через молитву весь Адам перестает быть продуктом усилий воображения, становится конкретной реальностью, действенным содержанием созерцания. И в молитве, вот в таком молитвенном опыте, человек может ощущать состояние другого человека. Вот как об этом говорит старец Афроний. сердце при молитве часто быстро входит в самую жизнь того или тех, за кого молится, и знает, что с ними. Это или радость, или покой, или тревога и печаль, иногда же жуткий мрак ада и подобное сему зло. молящийся ощущает сие состояния, как его собственные. Но это своего рода ошибка. В действительности через молитву душа видит, живет, сливается с теми, о ком молитва. Вот это опыт Асафроний. Когда он молился за других, он ощущал их душевное состояние. Это не всем, ну, кому-то это может быть и дано, особенно, когда речь идет о близких, любящих людях. Может быть матери имели такой опыт, когда молились за своих детей. Чувствуют, многие рассказывают, что чувствуют, что там что-то нехорошо у ребенка. Ощущают это сердцем. И действительно оказывается, что так и есть. Какая-то беда стряслась. Вот в таких моментах нам дается немножко увидеть те тайны, которые открыты святым, а о нашей духовной внутренней связи между собой. Вот. И подвижники, когда молятся за других людей, они как бы, если им плохо, если они находятся в каком-то тяжелом состоянии, они как бы берут на себя страдания других людей. Вот преподобный Силон говорил так, молиться за людей это кровь проливать. Вот такое тоже очень сильное выражение, молиться за людей кровь проливать. Отец Афроний говорил, что молящийся внутренне берет на себя отчасти страдания того, за кого молится. Тоже мы видим и во Христе. Личность благодаря своей антологической открытости способна усваивать и переживать состояние природы, принадлежащей другим личностям. Помните, пророк Исаия говорил, что Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Сам Христос был безгрешен, но Он переживал наше состояние, вплоть до этих слов на кресте. Господи, почему Ты меня оставил? То есть Христос переживал состояние не свои, а наши в этой молитве, в этом своем подвиге за всех других людей. Подобный опыт дается и каждому человеку. Каждому человеку. Далее, далее, мы сказали, что подлинная персона, спасенный человек воспринимает в себе полноту бытия. Итак, божественная жизнь становится содержанием его жизни, жизнь всего человечества становится содержанием его жизни, и более того, как говорит отец Сафроний. Бытие всего творения тоже он воспринимает свою жизнь. Все тварное явится содержанием спасенной личности, говорит отец Сафроний. «Наша задача», говорит старец, «которая поставлена перед нами Евангелием, стать универсальными персонами, носить себе весь космос, имеется в виду все творение, жить всю глубину истории мира и прежде всего человека». Здесь такие таинственные вещи, и здесь отец Сафроний тоже продолжает святоотеческую традицию. мысли богословской. Максим Исповедник говорил, что созданному человеку, первым людям, Адаму и Еве, было дано задание уничтожить пространственные условия не только для своего духа, но и также для своего тела, соединив небо и землю, то есть весь чувственный мир. То есть там мысль такая, что человек должен был преодолеть различия между разными людьми, достичь единства среди людей, дальше весь рай распространить на всю землю, всю землю сделать раем, соединить духовный мир и материальный мир. это все было дано человеку как задание, но он этого не смог сделать, потому что пошел путем греха, а исполняет эту задачу Христос. И вот преподобный Силуан тоже говорил об этих вещах, он так выражался, духовный как орел, летает на высоте и душой чувствует Бога и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи. Отец Сафроний так описывает подобный опыт. В молитвенном созерцании открываются пределы, между которыми движется бытие всего тварного духовного мира, и душа от всего оторвавшись ничего не видя в Боге видит весь мир и сознает свое единство с ним, молясь за него. Как это происходит? Бог объемлет собой всю тварь, все созданное это Божие творение, возлюбленное Божие творение. Бог объемлет собой все сущее, всему подавая жизнь и бытие. Приобщаясь в молитве к жизни Бога, и человек тоже приобщается как бы в жизни всего тварного мира. И святым людям тоже отчасти дана вот это ощущение, что весь мир как бы не чужд нам. И это рождало в сердцах подвижников любовь ко всему творению. Вот интересная мысль одной из любимых моих мест у преподобного Силуана. Он так говорил. Вот говорит листок на дереве зеленый, и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок, жалко всю тварь, сердцу, которое научилось любить. У молитвенника, дальше он говорил, у молитвенника должно быть сердце, милующее ко всей твари. Если обретешь любовь, будешь проливать обильные слезы за ближнего и за всякое дыхание и тварь. значит отчасти человек восприним подлинный христианин в молитве вот обретает такое милующее сердце, сознает свою причастность к бытии всего мира, а в будущем веке все это раскрывается с совершенной полнотой. вот это возрастание человека в меру подлинной персональности происходит постепенно, не сразу. Отец Сафроний говорил так, годами и даже десятилетиями длящиеся многие смены состояний страдания и утешения свыше сходящего воспитывают все же наш дух, делая его более способным к новым формам мышления и восприятия бытия вообще. Ум привыкает безвидно мыслить весь мир, сердце же молитвенно с любовной болью носить в себе сей мир в его совокупности. Так, и все вот это богословие, о котором мы очень кратко коснулись, оно имело в жизни отца Сафрония вполне конкретное воплощение. Это было, как мы говорили, не просто теоретизированием каким-то, это было, это были принципами, которыми он жил. Так строилась его жизнь и так строилась, и это воспринимали те люди, которые находились вокруг него. можно увидеть, можно увидеть, как отразилось это, например, в жизни монастыря, отца Сафрония, который он основал в Англии. Вот это богословие личности, богословие единства всех и всего отражалось в конкретной жизни. Так, ну, во-первых, он очень часто, очень часто в беседах со своей братьями и сестрами возвращается к необходимости этого единства и говорит, что только на основании этого сознания, такого ипостасного сознания, как он выражался, можно построить подлинную жизнь. и говорил, что во взаимоотношениях с людьми, во-первых, молитва друг о друге созидает такое единство, во-вторых, доверие, доверие друг к другу. Он так говорил, «Моя молитва о том, чтобы все мы любили и доверяли себя друг другу совершенно, кто бы ни был. Нет препятствий к доверию, когда мы едины, в действии нашим». Такое единство людей, по мысли о Сософронии, становится для них средством преодоления трудностей и испытаний. «Если вы будете едины», говорил он насильникам своего монастыря, «то выдержите всякое нападение, и Господь защитит ваше бытие и на земле, и на небе». «Когда мы будем едины, то крепость нашего места беззащитного, без забора, открытого для всех диких зверей», в кавычках, «будет гораздо прочнее всех стен». Далее, монастырь Цесофрония, в котором вот эти вот идеи любви ко всем людям были основой, был не совсем обычным даже монастырем. Он был очень открытым для всех приходящих к нему людей. И сам отец Цесофроний тоже, как человек, был открыт для каждого. В нем, знаете, он хотя и был таким монахом, настоящим монахом, и как мы упоминали, провел много лет на Афоне и в общежительном монастыре, и даже в уединении много лет провел, будучи отшельником, но при этом он очень любя людей, был открыт для каждого человека. В одном письме он так, как бы исповедует состояние своего сердца. Вот он встречался со своими родными, и все время моего обратного пути было для меня состоянием усиленного конфликта между реальной возможностью человека, живущего в теле, и между исканием моего духа пребывать сразу со всеми. Вот это, видите, искание моего духа пребывать сразу со всеми. Вот, и сам, и монастырь отца Сафрония также был, жил такими же принципами. я вам прочитаю интересные, хоть и длинные, но очень такие трогательные цитаты, где отец Сафроний в письмах сам рассказывает о жизни своего монастыря. Ну, обычно, что мы представляем собой, когда слышим слово монастырь, что-то некое закрытое, такое место, отдаленное от всех. Вот, монастырь отец Сафроний был совершенно другим. Так, в настоящий момент нас десять человек, рассказывает старец, но за столом обеденным почти никогда не бываем одни мы. Прошлым летом особенно дом переполнен, за столом двадцать, двадцать пять, тридцать и даже более человек, а по воскресеньям пятьдесят, семьдесят, девяносто и более. То есть, за монашеской трапезой участвовали все, кто приходил, причем в перемешку их садили, принципиально так, в перемешку между монахами. Вот, так как нас мало для подобных приемов, то мы обычно оставляем все двери открытыми и все пришедшие, среди которых бывают и пришедшие в первый раз. И это почти каждое воскресенье. Да. И всю эту массу людей мы оставляем хозяйничать и быть как дома. Вы можете себе представить себе такое? В первые годы бывали и недоразумения, говорит, и мы уставали изрядно, но затем произошел естественный подбор и теперь те, что полюбили бывать у нас, помогают нам своим присутствием, потому что для них наш дом стал в значительной мере и их домом. Возможно, мысли, что так, именно так должна была бы протекать жизнь каждой маленькой приходской, чтобы не сказать домашней, церкви. Люди встречаются сначала в молитве, затем в нормальной житейской встрече. Дальше. Потрясающе. Дети, говорит, страшно любят, чтобы дни их рождений праздновались у нас. Это монастырь. В связи с этим, естественно, празднование переносится часто на два-три дня вперед или назад, то есть на воскресенье или иной праздник. Мне в таких случаях приходится резать огромный торт и делить его на десятки частей. Я так представляю себе старца Сафрония с большим ножом над тортом. Да. В другом письме тоже написывает в мире современном, социально крепко организованном, особенно в больших городах, люди странным образом разучаются любить, дружить, совместно радоваться или страдать. Отсюда множество людей испытывают муки одиночества. Приходя к нам, встречая у нас человеческое отношение, то есть и уважение, и понимание, и доверие, они так иногда удивляются этому, что сначала даже не понимают, что с ними, а потом, отдав себе отчет после некоторых повторных посещений, становятся тоже доверчивыми, раскрытыми, веселыми, а мы отдаем им наш дом, наш сад, все, что у нас есть, и они сами уже чувствуют себя дома. Вот такой был монастырь отца Сафрония. Конечно, дело было поставлено так, что и монашеское молитвенное делание не страдало, всегда совершалось молитвенное правило, была культура Иисусовой молитвы среди насельников и насельниц монастыря, но при этом не было некой закрытости. Отец Сафроний настаивал на том, чтобы братья и сестры получали образование с тем, чтобы могли служить приходящим людям. Более того, вот эта идея единства всех повлияла на то, что монастырь Сафрония имел другую уникальную такую особенность. Он был двухобщинным, то есть он был одновременно и мужской и женский. И мужской и женский. Жили, конечно, братья и сестры раздельно, но молились вместе, трудились вместе. Да. Ну вот он смог это воплотить. Да. И опять же, это в этом есть некая глубокая такая богословская видня отца Сафрония, что должны стираться какие-то грани, разделяющие нас. Да, как одна семья. Во Христе, как отец Сафроний говорит, во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Помните апостолы Павел? Вот во Христе этих различий нет. В каком смысле нет? В высшем смысле нет. В нашем стремлении к Богу пол явление не первостепенное. Это одна из трудностей, которую мы должны перешагнуть. И тогда мы живем нормальной жизнью. Когда человек забывает половой момент нашей жизни, помня только о принципе персоны и возносится умом к Богу, тогда это есть дар Божий, а не какой-то бессмысленный риск. То есть многие обвиняли отец Сафроний, что это же риск-то какой. Мужчины и женщины рядом живут искушение такое, а он говорит, что если жить умом в Боге, то тогда и риска не будет. Вот. И нету ничего такого. Ну вот. Ну на самом деле для других не все монашеские общины способны на такие эксперименты. Понятно. Здесь нужна очень высокая духовная культура. Но вот отец Сафроний смог эту культуру насадить, воспитать, и поэтому именно конкретно в случае монастыря отца Сафрония это стало возможным. Более того, есть еще одна особенность монастыря, которая тоже основана на идее единства всего человечества. Это многонациональность монастыря. Отец Сафроний очень настаивал, что ничто не должно нас разделять. никакие социальные происхождения, имущественные статус, что-либо такое, и в том числе национальный признак, не должны разделять людей. И он принципиально в своем монастыре придерживался этого принципа и говорил так, я основывал монастырь не английский, не греческий, не русский, не румынский, а православный. Да. В его монастыре жили люди 15 национальностей. Представляете? 15 национальностей. И он говорил так, все мы из разных стран, разных языков, культур, не одинакового происхождения, но мы хотим жить по-христиански выше национальных сознаний, биологических патриотизмов и прочих подобных лимитаций, ограничений. Перед тем, как оставить учеников и восходить к Отцу, Христос сказал, «Шедши оба научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вы видите, как думал, как мыслил Христос, то есть о всех народах. Вот почему мне так дорога наша маленькая община, потому что у нас есть какое-то стремление к тому, чтобы охватить все языки. Вот и жили дружно люди, разные люди. Основой этого была именно молитва друг о друге. Он так учил, что сначала давайте будем учиться молиться за тех, кто рядом, за свою семью, монашескую семью или не монашескую семью. Потом постепенно расширять диапазон, так скажем, нашей молитвы. И постепенно она должна вобрать всех. И вот ученики Отца Сафрония восприняли это делание, это сознание и смогли вот такой удивительный монастырь создать. Создать. Ну, наверное, наверное, надо закругляться, потому что все-таки время. Вот. Что-то я успел вам сказать, надеюсь, не слишком витьевато. Я прошу прощения за то, что ну, очень неуклюже говорю про Отца Сафрония. вы, если хотите приобщиться к красоте Его Слова, так вы читайте Отца Сафрония. Тогда вы поймете всю глубину и всю красоту. И не судите об Отце Сафронии по моему Богому Слову. Я вас умоляю. Поэтому хотите с Ним познакомиться, читайте Его. Он удивительный был человек. Мы, кто был прошлый раз на беседе о нем, я вам так презентовал немножко книги, которые он написал, переписку его издали. Есть книга о старце Силуане, самая знаменитая его, и другие. Вот, всем вам советую приобщиться к этой удивительной такой культуре духа, к этим удивительным мыслям, таким замечательным людям. Вот, и я вас благодарю сердечно за ваше внимание, прошу прощения, и желаю Божие благословения. Поблагодарим. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.